Врата Арктики открылись для жителей и гостей столицы Коми на выставке с таким названием, которая разместилась в Национальном музее. Зрители могут окунуться в традиционный быт народов Крайнего Севера, узнать об освоении минерально-сырьевых ресурсов, увидеть образцы каменного угля в Иркутинских и Интинских месторождений и отпечаток листа папоротника на камне, которому 300 миллионов лет. Впечатлилась Анастасия Тернина. Анастасия Витедева родилась и до 7 лет жила в тундре. Чум на экспозиции, по словам девушки, самые правдоподобные из тех, которые она видела в музеях. Уютный экспонат впечатлил и навеял воспоминания. А эти изделия сделаны на замшевом заводе в Уссильме примерно в конце 19 века. Хотя замшеделье в Ижимском районе началось гораздо раньше, в 18 столетии. Знакомство с историей обработки шкур-оленей на стенде отводится солидное место. А вот шахтерская каска. Она прослужила всего год. В 1973 году из-за неудобства ее запретили. И третий комплекс – это новые покорители Арктики. Это туристы. Туристов привлекает здесь. Это своеобразная экзотическая природа, не тронутая руками человека. И север – это территория, которая еще не полностью освоена человеком. В фотографиях и открытках из дневников туриста, побывавших в районе Крайнего Севера, нетронутая природа, своеобразная культура и образ жизни коренных народов. Это завтрашний день Арктики. Выставка, она позволяет молодежи показать условия жизни, что же такое Арктика. И мне кажется, что как раз у молодежи нужно воспитывать такое чувство отношения не как кладовое, откуда можно все черпать и грязь оставлять, а как к источнику. Источник всегда должен быть чистым. Открыть врата Арктики захотели многие. Здесь студенты, ученые и журналисты. После приветствий, путешествия по экспозициям. В историю края безмолвия. Все-таки Куми – часть макушки земли. Вот основной литмотив. Освоение Крайнего Севера было долгим и непростым. Вот задача уникальной экспозиции.